Во взрослой поликлинике, которая готовится к открытию после ремонта, состоялась встреча руководства Видновско-районной клинической больницы с представителями Ленинского отделения Всероссийского общества инвалидов. Основной темой для обсуждения стало создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в медицинском учреждении. В отремонтированное здание поликлиники были приглашены и мамы своих взрослых детей-инвалидов-колясочников. Именно они обратились к председателю общества инвалидов Наталье Рящиной с многочисленными вопросами, в основном касающимися качества оказания медицинских услуг для людей с ограниченными возможностями. Может быть, их всех принимать в детской поликлинике на первом этаже? Где есть? И ленин, и КТ? Да, это хорошее предложение. Участники встречи во время небольшой экскурсии по поликлинике могли озвучить свои предложения. Моё предложение, что, допустим, вот этот туалет именно для колясочников, он не должен быть постоянно открыт. В общем доступе не должен быть. Расписание, в котором посещение специалистов для инвалидов, оно немножко будет другим, потому что они не будут укладываться именно в то расписание, если им нужно посетить несколько специалистов, не будут укладываться в то расписание, которое обычно укладывают все остальные посетители поликлиники. Поэтому здесь должен быть другой ритм, другие условия, должны быть более удобные и условия, и возможности. На встрече главный врач Видновской районной клинической больницы рассказал об идее создания школы для родителей особенных детей. Это создание, ну как и раньше, школы пациентов, опять-таки школы для родителей, которые столкнулись с такой проблемой со своими детьми. Либо это врожденное какое-то подобное, либо приобретенное. Но опять-таки это, конечно, и психологически непросто нести такую лошу, ну и с практической стороны. Также Бутай Бутаев прокомментировал особо остро обсуждаемую в соцсетях тему по замене лифтов. Мы бы ее не открывали, эту поликлинику, если бы не были уверены в том, что все контракты разыграны, что это оборудование у нас будет поставлено. Это касается и медицинского оборудования, это касается инструментария, это касается прилегающей территории, это касается в том числе и лифтов. Если бы про лифты, то ориентировочно это уже в декабре, уже все должно быть, у нас все должно стоять. Стоит отметить, что руководство поликлиники планирует организовывать встречи с пациентами на постоянной основе.